привет youtube сегодня покажу вам замечательную игрушку ставшую для меня лично игрой месяца игрой февраля я для себя и открыл эта игра называется mini go 2 игра представляет из себя дабл стик шутер сейчас я вам показываю магазин который внутри игры тут вы можете приобретать оружие улучшать его апгрейдить за деньги заработанные во время миссий миссии здесь представляют из себя ночи игра называется мини гор 2 зомби поэтому уровни по ночам полны зомби зомбями зомбарями игроков в игре можно тоже приобретать открывать и улучшать также можно открывать за деньги локации за деньги также приобретается оружие и она же за деньги улучшается но доступ к оружию вы сразу весь не получите а приобретается с прохождением получением определенных уровней кратком писании к игре написано что вы должны по сюжету помочь джон гор положить свой путь через озера кладбища ледяные равнины в неистовый лес какой-то легендарный монстр не понятно кто оживил поваров-убийц гигантских лесорубов злых пенвинов 300 кроликов и всю армию кросса генерал особенности игры это 300 потрясающих испытаний 20 игровых персонажей включая таких звезд как байк барн зомбовили юсей и хопчамб 60 видов врагов 7 уникальных видов боссов боссы здесь шикарные вам необходимо собирать золото по ходу укры который выпадает из ящиков из врагов из боссов для покупки улучшения новых предметов и прочего в магазине в игре присутствует более 10 видов оружия для ближнего и дальнего боя также существует компаньон для каждого персонажа которого вы можете получить на каждой локации просто подбирая ящик в игре отличная графика динамическое освещение на экране может присутствовать до 151 зомби с персонажами классное музыкальное оформление динамически меняющиеся каждого босса здесь несколько своих приемов причем у каждого несколько может присутствовать кто-то напрыгивает кто-то стреляет кто-то кидает каким-то предметом подобно таковым же уровнем в игре тетрис уровни в этой игре бесконечны то есть задача в игр здесь не стоит задача стоит в том чтобы как можно дольше продержаться не пропуская к себе врагов боссов собирая оружие и выворачивается от их атак персонажи которыми вы можете играть открываются по мере прохождения и получения вами определенных уровней сколько уровней не скажу их много чем отличаются между собой персонажи по-моему ничем вроде как у некоторых должны быть свои способности дополнительные прокачаны владение мечом у кого-то прокачано владение огнестрельным оружием но честно говоря в игре этой разницы не ощущается по мере того как вы за деньги полученные в игре будет будете прокачивать своих персонажей они становятся крупнее получают меньше урона от нападений ударов врагов и боссов и также становятся немножко быстрее их перемещения кстати в игре предусмотрена смена персонажа прямо во время прохождения любой локации можно нажать кнопку пауза и в магазин войдя поменять персонажа на любого другого также можно поменять и партнера компаньона которые у некоторых персонажей из которых вы играете очень слабые у некоторых компаньон дается такой что косит врагов как косой вот так же можно поменять то есть он меняется вместе с персонажем пушки в игре тоже разнообразные есть огнестрельное есть холодное оружие выпадает она рандомно вот кстати клевер если собрать три лепестка клевера подряд на одной локации при одном заходе то персонаж становится ну как приобретает что-то типа ярости или суперспособности он превращается в какого-либо монстра и в этом состоянии его уже не остановить он может вырубить любого босса с одного удара практически кроме последних уровней там боссы посерьезнее врагов в игре огромное количество видов между собой они различаются как размером так и методом атаки нападение скоростью тем насколько быстро они могут убить вашего персонажа то есть при атаке разное отнимается количество здоровья также в магазине можно открыть режим hard при этом у вас перестанет восстанавливаться здоровье то здоровье восстанавливается если частично из трех сердечек одно повреждено то она восстанавливается постепенно если не атакует если вы умудраетесь не попадать по тудару в игре очень забавно отрисована анимация и главного персонажа и всех монстров все по-разному двигаются скачут играю кровавая достаточно я бы не рекомендовал маленьким детям играть или показывать присутствует море крови расчлененка и так далее да кстати в начале вот каждого уровня нам дается задание сценарные сколько-то убить каких-то персонажей врагов из какого-то оружия либо что-то нажать либо что-то найти на локации я дошел пока что до 19 уровня в этой игре и кстати есть у меня читал я такое мнение существует что каждый этот уровень можно пройти но почему-то у меня до сих пор ни разу это не получилось мне кажется что зомби бесконечна и чем дальше играешь тем становится больше и больше и ты дней выложишь напор однако я читал обзор это игру что уровень пройти можно в конце сражения с боссом уровень заканчивается после чего его можно проходить на хард уровень на сложном игрушка достаточно хардкорная в принципе зато она не надоедает и уровней много персонажей много можно все это комбинировать сочетать с каким юмором все тут отрисовано есть и какие-то военные в шапках-вышанках и злые пингвины и какая-то смерть с косой короче чтобы все это перевидать достаточно долго-долго можно поразвлекаться игру рекомендую она бесплатно android маркете скачивайте ссылка внизу под описанием подписывайтесь на мой канал ждите еще более интересных различных обзоров всем удачи всем пока дальше посмотрите немножко геймплей если вам интересно геймплей